Владимир Михайлович, здравствуйте! По поводу этих трех туров, которые, ну, по сути, уже завершены сегодня матч Мордовии против Кубани. Отличный старт «Зенита», отличный старт «ЦСКА». Как вам все то, что уже позади? Ну, безусловно, правильно замечено было, что две команды, которые сегодня выделяются и по набранным очкам, и по качеству игры, хотя я уже дал большего и от «ЦСКА», и от «Зенитов», и в последних играх, что «ЦСКА», что «Зенит», немножко разочаровали по качеству игры. Непосредственно с содержанием, да. По качеству игры, по результату, безусловно, все в порядке пока. Но и, честно говоря, еще ни одна, ни другая команда еще с такими соперниками, в общем-то, и не встречалась, которые смогли бы оказать достойное сопротивление. Поэтому будем смотреть дальше, как будут развиваться события. Мне кажется, что, безусловно, это два кандидата номер один на чемпионство, исходя из того, что и финансовое положение крепкое, и подбор игроков достаточно большой, то есть скамейка такая плотная и глубокая, которая может заполнить в любой момент, если какая-то появится дефицитная вакансия, здесь вопросов не возникает. Другое дело, как эти клубы будут на международной арене выступать, потому что мы видим, что хороший результат в чемпионате еще не гарантирует удачного выступления в Еврокубках. И то, что «Зенит», на мой взгляд, начал не очень удачно, проиграв на выезде не самой сильной команды Европы, уже как-то настораживает. А мне кажется, что все-таки наш футбол нужно оценивать по самым высоким меркам, европейским и мировым. И не случайно последний чемпионат мира показал, что мы пока отстаем в развитии нашего футбола, отстаем от высоких международных стандартов. Ну, вы правильно сказали, что «Зенит» и «ЦСК» здорово стартовали в чемпионате России. Плюс ко всему, приобретение очень серьезное, что у «Зенита», что у «ЦСК». «Зенит» приобрел центрального полузащитника Манчестер-Сити Хави Мартинеса. Вот уже фактически представлять его готовы. «ЦСК» усилился бибросом надху. Говорят о том, что Еременко из Рубина придет. Это, вне всяких сомнений, серьезное усиление. Но, тем не менее, если мы уже говорим о тех матчах, которые вроде как должны проверить готовность этих клубов на сегодняшний день, то, конечно же, мы не можем не говорить о столичном дерби, который состоится в эти выходные, в воскресенье, в четвертом туре «ЦСК» «Спартак». Раз уж на то пошло, «Спартак» сыграл против Краснодара, прямо скажем, не очень удачно на Кубани. На ваш взгляд, почему получился такой разгром? Понятно, что потеря главного голеадора Артема Дзюба, который получил травму, понятно, что потеря Тина Косты. Но команда-то, прежде всего, развалилась в обороне. Что произошло с «Спартаком» в этом очереди? Ну, если мы вернемся немножко назад в прошедший тур, где «Спартак» обыграл «Динамо», и все мы видели, что концовку игры, где-то последние полчаса, «Спартак» провел практически у своих ворот. И особенно с выходом «Вальбуэна», который навязал такую скоростную работу, скоростную игру, и явно было видно, что «Спартаковские» игроки просто не успевали. И вот игра с «Краснодаром» еще раз подтвердила, что все те мячи, которые были забиты, ну, может быть, за исключением первого мяча, когда очень здорово все разыграли в одно касание практически, и «Измайлов» очень точно поразил ворота. А последующие мячи они все были забиты после проигрыша «Спартаковскими» игроками в скорости краснодарцам. И здесь, мне кажется, есть вопросы, что мы как раз и отстаем в скорости от многих футбольных держав, что мы просто не успеваем. И вот как раз то, что вы сказали по поводу игры в обороны, вот как раз «Спартаковские» игроки как раз и не успевали. Ну и теряли позицию, соответственно. А на ваш взгляд, в связи с этим, можно ли говорить, есть ли смысл говорить о том, что «Спартак» вроде как под серьезными нагрузками сейчас находится, вроде как сейчас клуб тренируется в таких очень приличных в этом смысле условиях, и просто физически не совсем готовы хорошо сейчас бежать в футболе «Спартака». А такое может быть? На ваш взгляд, следует ли вот этим объяснять отчасти? Да, я вполне это допускаю, что вполне это может быть. Но опять-таки нужно находиться внутри команды, видеть весь цикл тренировочный, как он происходит, под какими нагрузками ребята работают. Вполне допускаю, что «Спартак» сегодня не форсирует физическую подготовку. Они, может быть, больше рассчитывают на такой длительный период времени. Сейчас, может, как раз фундамент закладывается. Все-таки перерыв между чемпионатами был очень маленький. Обычно там 2-3 месяца, когда есть время на подготовку. А здесь все было, скорее всего, было форсировано. А «Спартаковцы» просто не стали форсировать. В этом тоже есть резон. Но опять-таки не берусь судить, не зная как бы изнутри этого процесса. Не могу не спросить насчет «Динамо». Команда, в принципе, по игре-то очень даже неплохо стартовала. И несмотря на поражение от «Спартака», после матча и вообще по ходу этой встречи, оставалось впечатление, что команда действительно ничем не хуже «Спартака». Это уж точно. И как минимум на ничейный результат наиграл. Ну, было два незащитных мяча, оба из офсайда, так или иначе. Тем не менее, лично у вас работа Черчесова и то «Динамо», которое есть на сегодня, какие эмоции вызывает? Пока двоякое чувство меня вызывает. И как бы зная Стаса Черчесова и его работу и в «Тереке», и в «Амкаре», он доказал своей работой, что он специалист самого высокого уровня. И он может из команды, не обладающей большим таким потенциалом, классными игроками, он может сделать хорошо организованную команду. Что касается его работы в «Динамо», то мне кажется, рано еще давать оценки. Очень мало времени прошло. Он наверняка выстраивает команду под себя, как он это видит. И, может быть, сегодня не хватает как раз тех игроков, которых он бы хотел видеть и которые могли бы обеспечить ту игру, которую он хочет. Что касается подбора игроков, то, на мой взгляд, есть проблемы. И «Динамо» решает их. И вот приход Бальбуэна, на мой взгляд, очень хорошее приобретение. Тут вопрос только будет уже психологии. Насколько этот человек долго продержится на таком уровне. Потому что практика показывает, что не все высококлассные игроки, приходя в наш чемпионат, продолжают играть на самом высоком уровне долгое время. И не буду называть фамилии, но есть много этому примеров. А вот два выхода, которые Бальбуэна провел, и в первой игре, и со Спартаком, и со Спартаком тоже. И после этого с Уфой, да? Вот мне кажется, таких игроков побольше. А такие игроки где-то есть. Есть «Кокорин», есть «Вальбуэна», есть «Бютнер», который выполняет очень большой объем работы, хотя, может, не совсем грамотно играет тактически. Но, мне кажется, если вот по этому пути «Динамо» пойдет, то оно вполне реально будет претендовать на золотые медали. Ну, буквально 20 секунд у нас есть. То есть сегодня можно говорить, что есть «Зенит», есть «ЦСКА» и есть, скорее всего, «Динамо». Третья сила, которая должна побороться за чемпионский титр. Я бы сюда включил бы еще «Краснодар», который, на мой взгляд, обладает очень большим потенциалом. И по организации игры, непосредственно в футбол, и по организации работы в клубе, какая там школа, какая академия, все в восторге там. То есть там закладывается фундамент на очень долгое время. Так что я считаю, что «Краснодар» – это тоже один из претендентов. Спасибо большое, Владимир Михайлович, что пришли. У нас в гостях был Владимир Пельгой. Обсудили мы третий тур чемпионата России и вообще старт чемпионата России по футболу. Дальше будет только интереснее. Ну и, естественно, совсем скоро мы продолжим.